Субтитры делал DimaTorzok Ум наш говорит, если ты доволен рваным диваном, то ты так и будешь на этом рваном диване жить. Надо хотеть хорошей мебели. Но закон жизни совершенно иначе работает. Какая у нас эмоция в отношении текущего события, такая эмоция формируется и в будущем. Если в отношении текущего события вам, например, тесно, шумно с соседями, негде гулять с ребёнком, и вам явно хочется другого, и вы знаете, что иначе вы жили там. Очень важно найти здесь, в этих условиях тесноты, те положительные моменты, которые позволят вам сохранять эмоциональное состояние в этой квартире, максимально хорошее, какое вам доступно, вместе с этим ощущением, что вы в нужное время окажетесь там, где вы хотите. Я это очень сама пожила, очень в яркой форме, потому что дети мои росли, и взрослые были, нам было уже и тесно, и мне не хватало уже природы, хотя мы жили недалеко от живого такого пригорода, в провинциальном городе. Тем не менее, никаких шансов уехать мне из этой квартиры не было, но я поняла, что если я не начну ценить каждый миг прямо вот всё то, что есть у меня здесь, прямо сейчас. Ну, например, я могла в своей дельсажном доме выходить утром и ходить по снегу у подъезда, потому что мои соседи, жители были настолько зомбированы своими заботами, и никого не интересовало, что странная девушка ходит босиком по снегу, а потом надевает резины и сапоги и поднимается наверх. Или я радовалась тому, что у меня северная сторона, и это позволяет мне не жариться летом. Да, зимой было холодно, но летом зато мы не задыхались, как многие другие, потому что конец одежды мне был непосредственно. Я нашла массу причин, по которым я благодарна этому жилью. И удивительным образом сложилось всё так, что в конечном итоге я действительно живу, глядя на сосновый лес из своего окна и нахожусь совершенно в других условиях жизни. Ещё есть какие-то в эти темы комментарии, Кариночка, пожалуйста? Да, есть в эту тему комментарии. Как мне эту благодарность можно перенести на отсутствие работы? О, что вы! Это первое условие. Что такое отсутствие работы? Это уникальная возможность посвятить время себе. И самое главное, не только время, а внимание. Потому что когда у нас даже мы приходим с работы, а работа напряжённая, у нас запрограммированный разум. Кроме того, мы погружены в матричную структуру, там, где мы работаем большей частью, где мы, ну как вам сказать, в лучшем случае своим добродушным, юмористическим, оптимистичным состоянием нейтрализуем горизонтальные зомбирующие отношения, связи, сплетни, конфликты и так далее. А в худшем случае мы там преодолеваем это, потом приходим, восстанавливаем себя. То есть отсутствие работы – это заявка души, которая устраивает нам выходные. Дело в том, что отсутствие финансов в связи с отсутствием работы – это громадная иллюзия, которая связана с этой морковкой. То есть финансы отсутствуют, исходя из общепринятого уровня благополучия. Я многократно получаю комментарии в начале курсов у тех людей, которые вот там где-то чудесным образом смогли вписаться в наш поток и вот потеряли работу или долго уже найти ее не могут. И, значит, вот и сапоги осенние купить она не может, и хотелось бы обновить и там что-то в быту, и никуда не поехать, и никуда не пойти, и в кафе кофе не выпить и так далее, и так далее, и так далее. Но вы просто попытайтесь меня сейчас услышать. Я сама проживала это все, я была в очень состоянии нищеты долгие годы, потому что у меня урок такой жизненный был – пройти через нищету. Поэтому я все это прекрасно знаю. Но, к счастью, я была свободна от вот этого ощущения, что со мной что-то не так, я не способна заработать. У меня было до фени, это способно и не способно. У меня был вопрос другом, чем кормить детей. То есть самооценка моя не страдала от того, что я не способна заработать. Я была не способна, потому что в 90-е годы перестройка, и преподаватель зарплата была там, как, я не знаю, одна кофточка, цена преподавателя вуза, как цена одной кофточки на рынке. И нелепо было обменивать свою жизнь на эту зарплату, нужно было, как-то сказать, другие способы, чтобы как-то на завтра было детям хотя бы не просто сухарик с растительным маслом, как часто было у нас, а хотя бы сметанка. И я говорю для того, чтобы было понятно, что я не с потолка комментарий рассказываю. Так вот, посмотрите вот так вот, две чаши весов. На одной чаше весов ваше единение с душой, ваша способность ощутить себя драгоценностью, ваша способность почувствовать, что вы не случайно рождены в этом теле, в этой стране, в этой семье, что вы способны воспринимать чудо жизни через пение птиц, прикосновение товарища или друга, или ребенка, или там еще что-то. Ну, короче говоря, стать живым на одной чаше весов. А на другой чаше весов внешние блага, которых вы лишились для того, чтобы вот эту чашу весов на помощь. Парадокс в том, что когда люди выбирают вот это, чудесным образом, мимо денег, к ним приходит все необходимое. Кто-то отдаст сапоги, которые не подошли по размеру, новые практически. Кто-то переведет денег за то, чтобы у вас есть интернет. Кто-то приедет прямо к вам с продуктами для того, чтобы вместе отместить ваш день рождения. Но это производит вот тут вот радикальную перемену восприятия себя. Ради этого мы теряем работу для того, чтобы вдруг осознать, что жизнь не для того, чтобы работать. Жизнь для того, чтобы жить. И если эта возможность у вас внутри открывается, вы чудесным образом притягиваете деятельность, которая может быть фрагментарная, непостоянная, вообще не связанная с вашей профессией. Но именно через нее приходит доход, а главное, расширяется ваш кругозор и опыт. Чем только я не занималась своей жизнью, будучи вообще-то культурологом по профессии. Это базовая профессия. Я закончила первое образование. Я музыкант, музыковед и музыкальный психолог была. И в приватных семинарах на курсах я рассказываю, как я преодолевала разные службы, в разных пробовала себя областях. Я никогда не искала работу. Разработа приходила ко мне, потому что мне нужно было кормить детей. И моя задача была себя наполнять внутри, потому что возможности никогда не придут к тому, кто внутри пуст. А когда вы сокрушаетесь о непойманных миражах внешних ожиданий, что считается работой. Люди же, парадокс, конечно, люди мечтают о бюджетном месте в банке сидеть там 8 часов среди огромного количества компьютеров, получают соцпакет со стабильной зарплатой, которой всегда не хватает, но зато она стабильная. А люди, которые в этих же банках занимают серьезные посты к 40 годам, мечтают бросить все, уйти, остаться без средств существования. И просто вот у меня сзади там, видите, такая рыбка золотая, войлочная рыбка. Эта девушка делает, уйдя с работы, валяет такие штучки, и вот с ее стороны подарок не был благодарственным. Что только не делают бывшие юристы, экономисты и финансисты, когда они вдруг осознают, что ничто не стоит жизни. И не только уезжают там на Алтай или куда-то в природу, не только меняют радикально свое отношение к необходимому уровню жизни. Ведь чтобы быть здоровым, на самом деле для питания вообще мизер средств нужен, потому что здоровое питание очень-очень постное, скудное, элементарное. Горсть риса и пучок зелени, и с вами все в порядке. То есть это только в голове ощущение, что мне не хватает, что я не такой, как должен быть, что я лох, неудачник, аутсайдер. Сложнее с мужчинами, это тоже такой пример есть, когда карьера начинает рушиться там около 40 лет, потому что душа больше не может терпеть этой гонки за морковкой. Душа хочет вернуться в тело, разместиться в тело и чувствовать эту жизнь. Поэтому рушатся события окружающего пространства. Так вот, жизнь нас всегда оставит в те условия, в которых мы свои уроки должны извлечь. И если не складывается совершенно с внешней деятельностью, это значит, вам жизнь устроила, чтобы вы внутри с собой нашли единение. А очень страшно, больно и неуютно оставаться наедине с собой, когда вы не признаете тот факт, что в жизни нет виноватых, одни пострадавшие. И все ваши как бы неудачи или неуспехи, это просто неудачи и неуспехи персонажа, которого вы играли. Но ваша душа так же прекрасна и лучезарна, как и любая другая душа, потому что каждый из нас — это искра Бога. Персонаж, который мы играли, мы выбрали в этой жизни не случайно. Эту семью, это воспитание, это образование, эти события, эти переезды из одной страны в другую, эти болезни. И наша душа не случайно это выбрала, потому что с течением этих обстоятельств она пробуждает в нас воспоминания о своей бессмертной природе. Некоторым для этого нужно преодолеть скрытую гордыню, презрение к людям, которые менее талантливы. И поэтому жизнь устроена так, что у них нет успеха. А некоторым, наоборот, нужно осознать, что их талант в том, чтобы печь пирожки, а не годовые отчеты сдавать великолепно или еще что-нибудь. Поэтому вспомните эти две чаши весов. На одной чаше весов отсутствие работы уникальная возможность впитывать, ощущать, жить и знакомиться с собой бессмертно. А на другой чаше весов масса внешних атрибутов, которые сами по себе не приносят счастья. Это просто соответствие видимости окружающей. Знаете, в свое время ВКонтакте была изумительная картинка, там много мотиваторов. Такая картиночка, значит, хомячок бегает в колесе. Ну, знаете, это хомячок так. А рядом, даже нет, хомячок не в колесо стоит, а рядом такой хомяк такой мощный. И хомячку говорит, трудись, учись, старайся, и это станет твоим. Вот это вот колесо. Понимаете, я думаю, что я в такой аудитории выступаю, которая прекрасно понимает, что я не призываю никого к невежеству или тунеядству. Но и учеба, и труд, и самореализация вторичны. После того, когда душа ваша находит внутренние ощущения себя. Она находит не поисками ума, а это происходит от того, что у вас есть время и внимание прислушаться к себе. Для меня это было очень мучительно. Поэтому у меня вот этот этап выхода из общепризнанного социального пути, у меня есть курс открытый, преображение себя. Я там довольно многое рассказываю. Это давно записано еще, когда я все это помню. Сейчас, мне кажется, это вообще не моя жизнь была. Как я боялась встретить на улице бывших коллег, потому что мне было мучительно стыдно, что я ушла с престижного места на кафедре, для того, чтобы побольше быть со своей дочерью, которая постоянно болела и осталась быстрее существования. Это было еще до перестройки, еще в те годы, когда система только рушилась. Но я помню этот ужас свой, что как же так, я вот никто. Профессии-то у меня нет. У меня была уже консистенция готова, я уже могла защищаться, но только сложились обстоятельства, я поняла. Или я буду со своей душой жить, или я просто рискую потерять и дочь, и себя. Поэтому не спешите делать выводы, исходя из внешних оценок. Позвольте себе хотя бы 3-4 дня ничего не делать, а просто получать удовольствие от ощущений на природе, дышать небом, слушать хорошую музыку. Не читать сети, не смотреть фильмы, которые отвлекают вас от вашей жизни, а ощущать своё тело. Но об этом достаточно у меня материалов на сайте в разделе «Системы трансформации». Потому что чудесным образом именно те практики, которые помогают облегчить наше дискомфортное самочувствие, выгорание старых программ в теле, именно эти практики позволяют нам лучше чувствовать себя, принимая нашу душу в себе. Желаю вам на этом пути успеха. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!